Ваши вчерашние решения и заявления, они, конечно, вызвали очень бурную международную реакцию, целый шквал и, конечно, много очень размышлений на тему о том, что Путин якобы хочет воссоздать Россию в границах Российской империи. Вы уже сказали, что это не так, но вот это вот признание ДНР и ЛНР, оно в каких границах? Ведь Донецкая и Луганская области, это большие области, там тоже живут русские люди. И очевидный, конечно, тоже вопрос, а с минскими соглашениями теперь что? На выполнении которых Россия на протяжении ровно семи лет настаивала. И, конечно, не могу не спросить о новости вот прямо вот последних минут. Совет Федерации только что одобрил Ваше обращение о применении вооружённых сил России за рубежом. Что по этому поводу Вы, может быть, нам можете сказать? Насколько масштабной может быть эта операция? Применение вооружённых сил за рубежом. Второе, значит, границы ЛНР-ДНР, да? Границы ЛНР-ДНР и Российская империя, да? Минские договорённости. А при чём здесь мирные договорённости? Что теперь будет с минскими договорённости? А, минские договорённости, да. Я просто не расслышал. Мирные договорённости, думаю, минские. Значит, ну начнём давайте с минских договорённостей, с минского комплекса мер по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины. Так они звучат. Мы не просто семь, почти восемь лет этим занимались. Мы были, когда я говорю «мы», имею в виду Россию, ну и Ваш покорный слога тоже, был автором этих документов. И поэтому, хочу это ещё раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер. Потому что это результат компромисса. Под ними, под этими документами, стояли и подписи руководителей на двух ранее непризнанных республиках. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили. Он погиб от рук спецслужб Украины, сотрудников спецслужб Украины. Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство. Но важно не это, а важно то, что под ними, под этими документами стояли подписи руководителей этих республик. И мы тогда добились этого компромисса. Кстати говоря, непросто было это сделать, потому что изначально руководители этих образований и принимать участие не хотели в минских договорённостях, и ставить подпись свою не хотели. Но всё-таки компромисс был найден. И это было действительно реальным движением к урегулированию мирными средствами. Все остальные годы, как вчера здесь, в этом зале, было сказано, в ходе совещания Совета безопасности усилиями нынешних киевских властей, всё было сведено к нулю. Поэтому минские договорённости были убиты ещё задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями. Собственно говоря, и вчерашнее событие, признание этих республик продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева, руководство Украины начало изъявлять о том, что не собираются выполнять этих соглашений. Не собираются выполнять. Ну что же ещё здесь скажешь? И первые лица об этом публично уже заявили, что же дальше ждать, ждать продолжения этого издевательства над людьми, этого геноцида на почти 4 миллионов человек, которые живут на этих территориях. Ну смотреть на это просто невозможно уже. Ну вы же сами видите, что там происходит. Ну как можно это дальше терпеть? Собственно говоря, вот и всё. Наши коллеги, когда мы с ними разговариваем из Европы, все говорят одно и то же, говорили одно и то же. Да-да, надо идти по этому пути, но реально они не могли заставить своих партнёров из числа сегодняшнего на руководство в Киеве это сделать. Поэтому мы вынуждены были принять это решение. И в этом смысле, да, конечно, теперь минские соглашения, их не существует. Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований? Значит, теперь, что касается границ, значит, в каких границах мы будем признавать эти республики. Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, и больше того, они имеют тенденцию к обострению. Но надеюсь, что так и будет в будущем. Ну и теперь границы, да, по поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну а как же, конечно, мы же подписали вчера с договорами, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой, есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. И поскольку там идёт конфликт, мы этим решением ясно даём понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства. Да, пожалуйста. Добрый день. Агентство ТАСС. Вероника Ичёткина. Тоже по теме Донбасса. Украина, очевидно, не может, не хочет признавать суверенитет ЛНР и ДНР, и нашему решению по признанию суверенитета они тоже явно не рады. Что, что, что? Я говорю о том, что ЛНР и ДНР самой Украиной, самим Киевом, естественно, не признаются, как суверенные государства. И нашему решению они тоже, очевидно, не рады. Да. Вот после того, что произошло вчера, сегодня, вы видите какие-то перспективы для выправления, реабилитации отношений Москвы и Киева? И если да, что должна сделать Москва для этого, и что должен сделать Киев? Спасибо. Вы знаете, эти вопросы мы обсуждали в ходе многочасовых переговоров и встреч с нашими европейскими партнёрами. Да, собственно говоря, и с американцами мы тоже говорили об этом не один раз. По-моему, публично это не звучало, но я скажу, естественно, вопрос звучит так, что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, и чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооружённых. Значит, ну я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявления людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму. Чем, я много раз об этом говорил, ещё раз хочу подчеркнуть, чем это волеизъявление хуже от того, что произошло в Косово. Да ничем, просто там решения были приняты парламентом, а здесь на народном референдуме. И хочу ещё раз подчеркнуть, никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно и приняли своё решение – воссоединиться с Россией. И нужно уважать это решение, если те, кто как-то так или иначе оспаривают, всё-таки считают себя демократическими странами, должны, в конце концов, признать. Это высшая форма демократии – референдум, первое. Второе, мы уже говорим об этом публично много-много раз, собственно говоря, это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и с НАТО. Да, мы категорически возражаем против приёма Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу, и есть аргументация, я в этом зале об этом неоднократно уже говорил. И в этой связи, конечно, мы исходим из того, о чём многие говорят, в том числе и в западных столицах, о том, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти отказались, сами отказались от вступления в НАТО, по сути, реализовали бы идею нейтралитета. Это второе. Третье, к сожалению, это уже утратило актуальность. Я говорил всегда о том, что нужно решить проблему Донбасса путём мирных переговоров и реализации Минских соглашений. Но, наконец, самое главное, четвёртое. Всё, о чём было сказано выше, можно в одну секунду всё перевернуть. Если наши так называемые партнёры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать. Всё остальное переворачивается с сегодня на завтра в любую сторону так, как это, например, сделал действующий руководитель Украины, предав анафеме предыдущего руководителя, преследуя его в уголовном порядке за какие-то предательские якобы действия, ему не нравятся минские соглашения. Также можно было дезавуировать и все соглашения, возможные соглашения, о которых я только что сказал, если бы они были приняты действующим руководством. Он бы просто уехал куда-нибудь жить, в Вашингтон, в Париж или в Берлин, и всё. А мы остались бы здесь с вооружённой до зубов антироссией. Это абсолютно неприемлемо, особенно сейчас, после того, как действующее руководство Украины заявило о своих атомных амбициях. Ну, пожалуйста. Александр Юношев, дайте микрофон. Александр Юношев, Лайф. Владимир Владимирович, вот Вы вчера в своём обращении к россиянам упоминали слова Зеленского, и, по-моему, уже не в первый раз, о том, что, по его словам, на Украине может вновь появиться ядерное оружие, Украина присоединится к ядерному клубу. Но вот это просто его слова или у нас реальная угроза, что около наших границ на Украине появится ядерное оружие? Я сейчас только что об этом упомянул. Мы так понимаем, что эти слова были опрещены прежде всего к нам, и хочу сказать, что мы их услышали. Украина ещё с советских времён обладают достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков, и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. Там есть школы, там есть всё для того, чтобы гораздо быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля. Не буду их перечислять, вы и так об этом всё знаете. Это первое. Там не хватает только одного. Не хватает только системы обогащения урана. Но это вопрос техники. Это вообще для Украины не решаемая проблема. Она решается достаточно просто. Что касается средств доставки, то я уже говорил, по-моему, во вчерашнем своём обращении, есть старые ракеты советского производства «Точка-У». 100 с небольшим километров – 110. Я сказал 100. На самом деле это 110 километров. Но это тоже не проблема с учётом компетенции, скажем, «Южмаш», который делал межконтинальные баллистические ракеты для Советского Союза. Но в чём угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что мы должны иметь в виду. Потому что от 110 можно поднять дальность до 300, до 500. Ну и всё. И Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза. И мы это так и восприняли. И мы, конечно, самым серьёзным образом должны и будем к этому относиться. Владимир Владимирович, как Вы считаете, можно в современном мире, может вообще так быть, решать силой и оставаться на стороне добра? Это вот первый вопрос у меня. И второй, так сказать, более технический. По Вашим представлениям, как далеко могут зайти войска до линии соприкосновения, до административных границ ЛНР и ДНР? Ну и что-то иное. Спасибо. Во-первых, я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с Вами встречи здесь. Первое. Второе. Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется. Ну а что касается вопроса, можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы или оставаться на стороне добра? Ну а почему Вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить. Спасибо. Всего хорошего.